На дороге, ведущей к Палкинскому торфянику, в 9 с половиной часов вечера третий Ford Focus забодал в водительскую дверь Nissan Almera и сбросил его в кусты. Ну и до кучи сам туда же улетел. В результате несанкционированной стычки в потьмах своими ногами пострадал альмерский пилот. Ударили в водительскую дверь у молодого человека. Что-то с ногами сказала скоро. Перелом скорее всего. При ближайшем рассмотрении оказалось, что слухи о переломе несколько преувеличены и рулевого Nissan увезли на карете в 23-ю лечебницу с подозрением на вывих голеностопа. Кто-то внимательно спросит, а как так вообще получилось, что Альмера, как резиновый еж, оказался с дырочкой в левом боку? Он что, ехал навстречу ФО-ФО и его занесло Юзом? Ну как вариант, наверное, могло быть и так, но не в этом случае. Альмера и Focus катились в одну сторону, от северки в направлении Шувахиша. Но неожиданно ехавший первым Nissan тормознулся и глазом не моргнув, то есть даже не включив поворотник, стал выворачивать налево, на второстепенку. А впрочем, долой от себя тяну слушаем непосредственного участника замеса Анну Епимахову, пассажирку ФО-ФО. Машина ехала перед нами, мы следом за ней. Машина остановилась. А резко остановилась? Ну как бы она практически уже стояла. Муж у меня начал обгонять машину. Он резко повернул налево, без поворотника, без ничего, вот сюда, вот в этот проулок. А, то есть вы в две машины ехали или в три? В две машины, то есть он практически стоял, вот этот Nissan, мы ехали за ним, ну как бы вслед ему, грубо говоря. Все, машина стояла, начал поворачивать налево. Муж хотел обогнать, а он резко повернул налево. А он поворотники показывал? Нет. А быстро ехали? Ну где-то скорость, то у нас была 110, может быть. Вроде бы со слов Анны выходит, что виноват не ссановод, не показавший поворот и сломавший морду Форду. Но это всего лишь точка зрения женщины-пассажирки. Теоретические варианты возможны. Фокусник тоже может часть вины отхватить. Но вот зачем он летел под 110 по этой узенькой темной дороге? Не фигачил бы с такой скоростью, может, а впрочем, с виновником по роду службы определяться гаишники. Важно, что при таком жестком замесе, а на сотке залететь в водительскую дверь, это капец жестяк. Никто не то, что не убился, а и даже не поломался. Сработали подушки, так нормально у нас.